Агутти – это млекопитающие из отряда грызунов, которые обитают в тропических лесах и саваннах в Центральной и Южной Америке. Внешне эти зверьки напоминают морских свинок, только конечности у них более вытянуты. Слово «агутти» произошло из индейского языка тупгуарани, также этот вид грызунов называют южноамериканским золотистым зайцем, кутие или горбатым зайцем. Вес грызуна в среднем достигает 4 кг, длина тела до 60 см. В длину агутти достигают 50-60 см, их средняя масса составляет около 4 кг. Спина округлой формы, немного горбатая, голова вытянутая, уши небольшие, закругленные. Шерсть густая и блестящая, но при этом жесткая, окрашена в золотистый цвет, иногда с примесью оранжевого. Большинство видов обладают темной спинкой и белым или светло-желтым брюхом. У агутти по 5 пальцев на передних лапках и по 3 на задних. Хвост очень маленький и малозаметный. Особенности питания агутти Основой рациона агутти являются фрукты и другие части растений, например, цветы, листва и кора деревьев, корни, плоды и семена, различные виды орехов. Благодаря развитой физической силе и острым зубам агутти могут раскалывать даже бразильские орехи. Также эти грызуны охотно питаются на банановых плантациях и плантациях сахарного тростника. Принимают пищу зверьки, удерживая ее в передних лапках, сидя при этом на задних. Распространение агутти Агутти обитают в Южной Америке, от Мексики до Бразилии. Самые крупные популяции зарегистрированы в Гвиане, Бразилии и Перу. Распространенные виды агутти Агутти Азары. Длина тела достигает 50 см, хвост около 15 см. Масса находится в пределах 4 кг. Зверек окрашен в зеленовато-коричневый или зеленовато-черный цвет, со светло-коричневыми или каштановыми пятнышками. Верх тела желтоватого или желто-коричневого цвета. Этот вид обладает выступающими ушками, форма тела округлая, голова напоминает морских свинок. Пять пальцев расположено на передних лапах, три – на задних. Вид обитает на востоке Южной Америки, в Бразилии, Парагвае и Аргентине. Агутти Азары предпочитают для жизни влажные джунгли, заболоченные местности или другие пространства неподалеку от водоемов. Изредка встречаются в открытых пампасах. Вид находится под угрозой исчезновения, так как на него охотятся с целью получения мяса, а влажные джунгли, естественную местность обитания, грызуны уничтожают. Койбанские агутти Длина тела составляет примерно 52 см, длина хвоста – около 4 см. Внешний вид похож на центральноамериканского агутти, отличается от последнего формы черепа. Верх тела окрашен в желто-коричневый цвет с темными пятнышками, животик – бледный. Вид является эндемиком острова Койба в Панаме и находится в опасности, так как его естественные места обитания постоянно сокращаются. Хохлатые агутти Эндемик южноамериканского государства Суринам, где живет во влажных низменных лесах, находится под угрозой исчезновения. Внешне выглядит как центральноамериканские агутти. Черные агутти Ареал распространения вида охватывает Венесуэлу, Эквадор, Колумбию и Бразилию. Черные агутти отличаются темным окрасом тела, в остальном похож на центральноамериканского агутти. Оренокские агутти Обитатель Детаамкуро, Венесуэла Большая часть популяции живет в дельте реки Оренока, благодаря чему появилось название вида. Агутти Калиновского Распространен на эго-востоке Перу, где встречается на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Вид находится под угрозой исчезновения. Бразильские агутти Длина тела зверька от 48 до 63 см, масса находится в пределах 3-6 кг. Шерсть грубая, длинная на спинке. Верх тела окрашен в ольвково-серый цвет, щеки изредка волосатые. Задняя часть спинки рыжежелтая. Уши округлой формы, внутри и сверху покрыты короткими, темными волосками. Ноги темнее, чем остальное тело. На передних лапках 4 коротких пальца. По 3 пальца расположены на задних лапках, из них средний самый длинный. Подошвы голые, длинные. Хвост короткий, без шерсти. Бразильские агутти распространен в Южной Америке, в Бразилии, Гвиане, Гээне, Суринами, Тринидаде и Табаго, Венесуэлы, где живет в лесах. Мексиканские агутти Длина тела составляет 45-58 см, длина хвоста около 2-3 см. Вес тела находится в пределах 3-4 кг. Спина округлая, длинная, ноги тонкие. Окрас темный, с беловатым оттенком, брюхо светлое. Около глаз и ушей находится голая кожа розового цвета. На передних лапах 4 пальца, на задних 3, когти похожи на копыта. Вид находится под угрозой исчезновения, распространен в Мексике, от штата Веракрус до штата Ахака, а также на Кубе. Обитает в вечно зеленых лесах на высотах до 500 метров над уровнем моря. Черноспинные агутти Этот вид является эндемиком сверхвосточного региона Бразилии. Внешне похож на черного агутти. Центрально-американские агутти Средний вес тела грызуна составляет около 4 кг. Окрашен он в красноватый, оранжевый или желтоватый цвет с черными вкраплениями. Для подвидов, обитающих на разных территориях, характерны некоторые особенности окраса. Агутти, которые обитают в Перу, Бразилии, Парагвае, Боливии и Аргентине отличаются окрасом коричневого цвета с проседью, желтоватым или черным или черным и оранжевым. Ареал распространения вида охватывает местность от Чиапаса и полуострова Юкатан до Центральной Америки и северо-запада Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. Отдельные популяции живут в Перу, Бразилии, Боливии, Парагвае и Аргентине. Вид был интродуцирован на Кубу. Раатанские агутти. Длина тела взрослых особей составляет 43 см. Мех окрашен в коричнево-оранжевый цвет с черными вкраплениями. Животик такой же, как спинка, но с зеленоватым оттенком. На подбородке расположено белое пятно, на животе сзади есть желтое пятно. Конечности темные или сискоричневого цвета внизу и совпадают по цвету с телом вверху. Вид является эндемиком Гондураса, а именно лесов Астроворатан. На него охотятся с целью получения мяса. Во внешности самцов и самок агутти различий нет. Поведение агутти. Для агутти характерен ночной образ жизни. В природных условиях эти грызуны, очень пугливые, избегают людей, только при разведении в неволе становятся доверчивыми. В ночное время агутти находят себе укрытие в дуплах деревьев и в норах между их корней. Агутти двигаются быстро и грациозно, перемещаются обычно сериями прыжков, похожими на голоб. Этот вид грызунов не боится воды и умеет хорошо плавать, но под воду не погружается. Размножение агутти. Агутти – моногамные грызуны, образуют одну пару на всю жизнь, живут иногда маленькими семейными группами. В процессе брачных игр самцы агутти часто сражаются за самок и вступают друг с другом в настоящие драки. Малышей самка рожает дважды в год. Беременность продолжается 40 дней, в одном помете от 2 до 4 сформировавшихся детеныша, которые быстро покидают родителей. В неволе продолжительность жизни агутти достигает 20 лет, в естественных условиях меньше. Естественные враги. Естественные враги агутти – это бразильские собаки и кошки. Чтобы спастись от хищников, агутти используют острый слух и нюх. Зрение у этого вида грызунов развито слабо. Кроме того, на агутти охотятся люди, так как их мясо вкусное и съедобное. Интересные факты о грызуне. Мясо агутти употребляют в пищу в таких странах, как Бразилия, Гвиана и Тринидад. Оно нежное, жирное, белого цвета. Чарльз Дарвин писал, что мясо агутти было самым вкусным из тех, что ему приходилось попробовать за всю жизнь. Для того, чтобы выманить пугливого и осторожного агутти наружу, охотники бросают камень, имитируя падение фруктов на землю. По причине охоты во многих регионах распространение агутти находится под угрозой исчезновения. Агутти часто наносят урон плантациям бананов и сахарного тростника, из-за чего заслужили нелюбовь южноамериканских фермеров. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и порекомендуйте посмотреть это видео своим друзьям. Впереди нас с вами ждет очень много интересных и невероятных фактов о животных.